Здравствуйте! Это программа «Азбука красоты» и я ее ведущая Инна Клавян. Сегодня мы поговорим о микрофлоре женских половых путей. Об этом и не только расскажет врач-акушер-гинеколог Татьяна Лапсан. Здравствуйте! Здравствуйте, Инна! Расскажите нам про эту тему более подробно. Спасибо, что предоставили возможность. На самом деле, тематика микрофлоры женских половых путей – это очень актуальная тема. И вы даже не представляете себе, насколько зависит здоровье женщины от состояния микрофлоры, от количества нормальной микрофлоры в вагинальном тракте. Вообще, на самом деле, женские половые пути, вы представляете себе, – это открытая система. Она сообщается с внешней средой. И, конечно же, она не может быть стерильной. Так вот, есть нормальные показатели, да, то есть нормальные показатели микрофлоры, которые в норме должны обитать, заселять наши женские половые пути и, соответственно, создавать так называемый барьер. Барьер для чего? Конечно же, в первую очередь, это для болезнетворных бактерий. Для тех бактерий, которые являются условными патогенами. Условные патогены – это те микроорганизмы, которым можно жить, так скажем, в организме женщины, но их должно быть не так много. То есть они могут присутствовать в низких концентрациях и не создавать какого рода либо дискомфорта, либо заболеваний. Микрофлора половых путей у женщины, она отличается в разные возрастные периоды. Допустим, если мы берем детский возраст, то там преобладают коковые микрофлоры. И это нормально. Почему? Потому что у девочки эндокринная система еще не зрелая, и, соответственно, там нет выработки эстрогенов, основных женских половых гормонов. И на этом фоне микрофлора – один вид микрофлоры. Когда девочка превращается в женщину, происходит так называемый пубертат, половое созревание, очень резко меняется гормональный фон, и вот эти изменения, они сказываются на состоянии микрофлоры вагинального тракта. Там начинают преобладать так называемые молочнокислые бактерии, лактобактерии, бифидобактерии, которые и в свою очередь составляют нормальную микробиоту. Когда дальше женщина живет своей жизнью и достигает уже возраста переменопаузы и постменопаузы, соответственно, гормональный фон снижается, и здесь тоже идет переключение именно в нормальных показателях вагинального тракта. Соответственно, да, вот влияние микрофлоры и эндокринной системы, они очень-очень резко завязаны. И, допустим, бывают такие болезненные состояния, как преждевременная недостаточность яичников, когда женщина раньше времени страдает от того, что месячные исчезают, яичники не работают, и у нее включается вот как раз-таки такой момент, что состояние дисбактериоза возникает. И о чем бы я еще хотела сказать, да, то, что у нас разнообразный состав вагинальной микробиоты. Ну, как я уже говорила, есть нормальные молочнокислые бактерии, которые в норме составляют от 80 и более до 100% от основной массы микробов, которые живут в вагинальном тракте. И молочнокислые бактерии – это наши помощники. Они что делают? Они подкисляют влагалищное содержимое, да, и они создают такой оптимальный ПАЖ, баланс в вагинальном тракте, который является защитным, да, то есть защищает от роста и развития других болезнетворных бактерий, да. Тех же, допустим, кандид. Это кандидоз, знаменитая молочница, которая очень часто возникает у пациенток, и это достаточно частая причина обращения к акушерам-гинекологам. Затем вагинальная микробиота, она очень сильно влияет на такие воспалительные заболевания, да. Почему? Потому что если по статистике брать, воспалительные заболевания – это всегда топ номер один причин обращаемости женщин к врачу-гинекологу. Это могут быть различные выделения, воспаления, воспаления шейки матки, эндометрия, это могут быть воспаления придатков, маточных труб, яичников и так далее. Если у женщины микрофлора в норме, да, то есть состав ее хороший, от 80% и более, и нет никаких дополнительно сопутствующих болезнетворных бактерий, то это говорит о том, что женщина меньше будет страдать воспалительными заболеваниями. Соответственно, когда я смотрю по тестам и вижу снижение нормального количества микрофлоры, то я уже предполагаю, что данная пациентка, она угрожаема по таким вот неприятным заболеваниям, которые могут ее провести на прием к врачу. Еще очень важно, от состояния микрофлоры зависят даже такие заболевания, как рак шейки матки. Рак шейки матки – это чисто вирусное заболевание, опять-таки это инфекция. Инфекция, она когда начинает распространяться, когда она начинает, ну, прямо расти, да, то есть поражает все больше и больше количество тканей в организме, когда недостаточное количество молочной кислоты, а молочная кислота – это сниженный уровень молочной кислоты бактерий. Все очень тесно взаимосвязано, и это является одним из кофакторов, то есть сопутствующих факторов, которые ускоряют прямо развитие предраковых состояний, даже и рака шейки матки. И, соответственно, здесь, когда мы комплексно подходим к вопросу восстановления, мы, конечно же, и работаем очень-очень сильно над восстановлением микрофлоры. Как влияет микрофлора на беременность? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Почему? Потому что сегодня беременность – это проблемы с отчатием, это очень актуальная тема. И так как я уже говорила, что нормальная микрофлора – это залог того, что нет воспалительных процессов, нет болезнетворных бактерий, соответственно, этот компонент влияет на успех развития беременности, начиная с момента зачатия, потом это вынашивание беременности 9 месяцев и момент нормальных родов без осложнений. Почему? Потому что нормальные микробиоты – это барьер, это такая слизистая плёночка, которая защищает наши внутренние половые органы от воспалительных процессов. Во время беременности всегда есть риск развития воспаления. Почему? Потому что беременность, она сама по себе является иммунодефицитным состоянием. И когда мы работаем над улучшением и поддержанием состояния блага личной микрофлоры во время беременности, на разных её этапах, особенно в ранние сроки, мы делаем залог для того, чтобы женщина успешно выносила, родила этого ребёнка, и причём родила таким образом, чтобы было меньше родового травматизма, различного рода разрывов, несостоятельностей и так далее. Поэтому прямое влияние беременности и микрофлоры, то есть это очень такие тесно связанные тематики, которые обеспечивают прям благополучие для будущего ребёнка и матери. Что ещё влияет на микрофлору? На микрофлору, по моему счёту, влияют вредные привычки. Вредные привычки – это регулярное использование ежедневных прокладок. Вот это вот самый большой, можно так сказать, фактор, который на сегодняшний день является одной из основных причин развития такого состояния, как дисбактериоз влагалище. Дисбактериоз – это когда наша микрофлора начинает уходить, её становится всё меньше и меньше, и на её фоне начинают развиваться другие, уже не такие полезные, а иногда и болезнетворные бактерии. И вот как раз-таки регулярное ношение ежедневных прокладок напрямую влияет на развитие дисбактериоза. Почему? Потому что все прекрасно знаете, что эта прокладочка покрыта плёнкой, то есть там ненатуральный, неестественный материал. И когда женщина очень длительное количество времени носит, ну, допустим, 4-6 часов, то создаётся так называемый парниковый эффект. Парниковый эффект – это очень убительные условия для нашей микрофлоры. То есть наша микрофлора в таких условиях просто-напросто погибает. Массовая гибель идёт. А, как говорится, пустое место святое не бывает. И вот на это место, там, где должна быть нормальная микрофлора, приходят вертнереллы, то есть возбудители бактериального геноза, кандиды, уреоплазмы, микоплазмы. И начинается процесс, который может даже приводить к воспалительным заболеваниям. Соответственно, что любит наша микрофлора? Это полезные привычки, да? Это так называемый процесс аэрации, да? То есть там должно быть всё достаточно хорошо проветривым, да? Никаких ежедневных прокладок. Меньше использовать тампоны во время менструации, так как тампоны – это тоже является одним из факторов вообще развития воспалительных заболеваний, да? И в том числе и без бактериоза. Ежедневный туалет, гигиена, и этого вполне достаточно. Даже могу добавить, на сегодняшний день можно не использовать никакие специализированные средства для интимной гигиены. Всё очень просто. Татьяна Борисовна, спасибо вам за очень интересную и нужную информацию. А мы переходим к следующему спикеру. Мы перешли к следующему спикеру, к нашей САЙСУ, к герматологу, косметологу и трехологу. Сегодня мы поговорим о сухости кожи на лице и на руках. Здравствуйте. Здравствуйте. Как защитить себя от морозов? Как защитить кожу на лице и на руках? Очень интересный вопрос, потому что меня поймут женщины, которые постоянно ставят печку, моют посуду и живут в районе, и отапливают дом самостоятельно. Они обращаются на приём с экземой рук. Бывает просто, знаете, только сухая, очень сильно обезвоженная кожа. И всем представительницам не только прекрасного пола, но и мужчинам подойдут крема, который называется эмоленты. Их можно будет найти среди лечебных средств. Но очень много препаратов на самом деле, но обедняет их одно. Они содержат в себе жиры, которые нужны для нашей кожи и похожи на наши жирные элементы кожи. И когда вы их наносите, кожа становится мягкая, как у младенца. Как часто их применять? Это перед сном обязательно толстым слоем и на лицо, и на руки. Если смотреть по градации, какие вообще разные бывают эмоленты, самые жирные это бальзамы. Поэтому если вы пойдёте в магазин, в аптеку, и увидите слово «бауме» или же «бальзам», вы поймёте, это вам то, что надо для сухой кожи рук. Если там написано «кремы» или же «крем», то можно как раз использовать для лица. Они бывают разных ценовых диапазонов, и бюджетные, и средние, и даже дорогие бывают. Но они все имеют одинаковый эффект. Увлажнение, питание и уменьшение сухости кожи. Как вообще, вот вы сказали про женщины, которые живут в районах, которые топят печку самостоятельно. Как это может влиять на кожу лица? Потому что, когда у нас на улице холодно, это, в свою очередь, быстрее истощает запасы жирных липидов на коже. И плюс, кто топит печку, постоянно не только на холоде находится, но ещё и посуду моет, полы моет, плюс сажу отмывает. И часто бывает, знаете, с такими агрессивными средствами. И, конечно же, постоянный контакт с водой и с холодом очень сильно превращает руки молодой девушки в старушку, в общем. И это очень частое явление. Мне их, конечно, жалко. И только могу посоветовать вот такие вот средства. И давайте почаще. Иногда, знаете, утрирую, говорю, хоть 5-6 раз в день мажьте, но самое главное, чтобы вы мазали руки. То есть надо будет прям себе такую привычку сделать. Руки помыли, всё, эмалент нанесла. Потопила печку, руки помыла, эмалент нанесла. Посуду помыла, всё, пошла, крем нанесла. И обязательно либо в кармашке, либо в сумке держите у себя крем. И, конечно же, перед тумбочкой и возле раковины. Перчатки бывают многоразовые и одноразовые. Вот многоразовые перчатки, они в основном с коневыми вот этими вкрапинками. Они влияют, конечно же, если вы с грязными руками туда, в общем, что-то делали. А есть люди уже с сухой, потрескавшейся кожей и даже с экземой рук. Вот иногда тканевые перчатки помогают. И я бы советовала, знаете, почаще мыть перчатки. Если не каждый день, то хотя бы через день. Если они тканевые, да. И обязательно наносить средства внутри, чтобы перчатки. То есть эмалент толстым слоем нанесли и надели чистые перчатки. Если вы используете резиновые, конечно же, их надо раз за разом менять. С лицом чуть поменьше, два раза в день. Есть один нюанс. Утром вы умылись, нанесли крем, и вечером тоже умылись, нанесли крем и легли спать. Вот между ними иногда можно мазать средства, но они называются кольт-крема. Или же крема от холода. Вот допустим, сейчас скоро у нас морозы нагрянут. У всех начнутся красные, синюшные щеки, да, кто живет особенно вот в частных домах. И что бы такого не было, наносите такие кольт-крема толстым жирным слоем. Опять же, это бальзамы. И когда вы их наносите, они создают такую окклюзию, как будто бы пленкой невидимой покрыли. И желательно после того, как вы пришли с улицы, смыть. Иначе кожа не дышит под ними. Просто смываете и наносите мягкий увлажняющий крем, и все. То есть я на ваш вопрос, надеюсь, ответила. А я предлагаю завершить на этой теме. И в следующей программе мы хотим поговорить о сухости волос. То есть зимой также нужно беречь свои волосы, чтобы они не были сухими. Ну а я прощаюсь и с вами, и с нашими зрителями. Смотрите нашу рубрику «Азбука красоты» еженедельно по пятницам. Ну а мы встретимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok